Друзья, привет! Вы знаете, на мой прошлый блог достаточно своеобразная реакция у зрителей была. Многие стали писать в личку, да какие там игры, у нас тут есть нечего, тарифы дорожают, а ты все про игры снимаешь. А другие начали мне писать, мол, зря ты так о молодежи. Наша молодежь достаточно грамотна, она во всем разбирается и уж точно сможет отличить настоящее от вымысла. И вот я решил пойти и проверить, насколько наша молодежь во всем, так сказать, разбирается, насколько она вообще знает хоть немного о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. И я задавал два вопроса. Первые, которые мне пришли в голову. Первое. Знает ли кто-нибудь, что такое генеральный план ОСТ? Я напомню, это план фашистской Германии по расселению и уничтожению славян. А второй вопрос. Знает ли кто-нибудь героев молодой гвардии? Ну, в принципе-то в школьную программу, по идее, должна входить хотя бы в режиме внеклассного чтения молодая гвардия Фадеева. И вот, что получилось. Девчонки, здравствуйте. Мы проводим соцопрос для блога. Можно два коротких маленьких вопроса? Ну, давайте. Что такое генеральный план ОСТ? Вы знаете? Генеральный план ОСТ? Да. Что-то слышали? Хорошо. Вопрос второй. С чем у вас ассоциируются имена Ульяна Громова и Олег Кашевой? С кем или с чем? Что-нибудь слышали на эту тему? Нет. Все, спасибо вам большое. Блог Красный Политобзор. Что такое генеральный план ОСТ? Не знаю. Хорошо. С кем или с чем у вас ассоциируются имена Олег Кашевой и Ульяна Громова? С кем? Все. Спасибо вам большое. Что такое генеральный план ОСТ? Знаете? Хорошо. Вопрос второй. С кем или с чем у вас ассоциируются имена Олег Кашевой и Ульяна Громова? Я на Касарке ничего не знаю. Понятно. Спасибо. Что такое генеральный план ОСТ? ОСТ? Хорошо. Второй вопрос. С кем или с чем у вас ассоциируются имена? Ульяна Громова, Олег Кашевой. Честно. Все. Спасибо большое. Вот такой вопрос. Сейчас я с камерой справлюсь, а то она сама живет. Два коротких вопроса. Первый вопрос. Что такое генеральный план ОСТ? Слышали об этом когда-нибудь? Генеральный план что? Слышали об этом когда-нибудь? Нет, я не слышал. Хорошо. Второй вопрос. С кем или с чем у вас ассоциируются имена Олег Кашевой и Ульяна Громова? Не слышал. Все. Спасибо вам большое. Вы в курсе, что такое генеральный план ОСТ? Нет. Хорошо. Два имени. Ульяна Громова и Олег Кашевой. Что-нибудь говорят? Вообще нет. Вообще нет. Что это? Атомат? Нет. Это? Понятно. Спасибо. Вам что-нибудь известно, что такое генеральный план ОСТ? Имена. Олег Кашевой, Ульяна Громова, Лиза Чайкина. Что-нибудь говорят? Ничего. Спасибо. Скажите, вы что-нибудь знаете о том, что такое генеральный план ОСТ? Понятия не имею. Хорошо. Два имени. Ульяна Громова, Олег Кашевой. Вы знаете что-нибудь про этих людей? Кто это? Кашевой слышал. Вы не знаете. Все. Спасибо вам большое. Что вы знаете о генеральном плане ОСТ? Ничего. Хорошо. Два имени. Олег Кашевой, Ульяна Громова. Какие ассоциации вызывают? Ульяна Громова где-то слышал, а Олег Кашевой без меня не делал. Все. Спасибо вам большое. Что вам известно о генеральном плане ОСТ? Генеральном плане. Генеральный план ОСТ? Нет, ничего. Хорошо, два имени. Ульяна Громова, Олег Кашевой. Что-нибудь говорят? Нет, не знаю. Спасибо. Что-нибудь вы знаете о генеральном плане ОРСК? Что это? Нет. Хорошо, два имени. Ульяна Громова, Олег Кашевой. Какие-нибудь ассоциации? Громова, что-то знакомое, что-то, что-то не знакомое. А так ничего. Все, спасибо вам большое. Больше ничего. В общем, мой такой мини-опрос показал. Ни один из тех, кому я подходил, а я старался опрашивать лиц на вид меньше 30 лет от роду, вот ни один из них не знает, что такое генеральный план ОРСК. Никому из них не знакомы имена Ульяны Громовой, Олега Кашевого, Лизы Чайкиной. Это говорит, в свою очередь, о чем? Молодежь книг не читает, школьная программа проходит где-то мимо. Если так будет продолжаться еще 30 лет, и наше государство начисто забудет, наше население забудет о подвигах отцов и дедов в Великой Отечественной войне. Соответственно, а наш враг одержит историческую победу. Он заставит наш народ забыть об этом великом подвиге. И с этим что-то надо делать. Молодежь не читает книг, не смотрит фильмов, даже не смотрит телевизор, где время от времени идут документальные фильмы про Великую Отечественную войну. Ничего этого нет. Вместо этого молодежь играет в игры. А как показано в моем предыдущем видео, в играх как раз-таки роль Советского Союза во Второй мировой войне изо всех сил проблематизируется. Таким образом, поколение, которое не ценит подвигов отцов, дедов, спокойно сдаст все завоевания, наше место в совбезе ООН и целый ряд других плюшек, которые мы получили в наследство от СССР. Либо мы это исправим, либо мы окажемся побежденными уже в исторической войне. И последствия от этого будут не менее серьезными, чем развал СССР.